здравствуйте моя семья моя интернет семья все кто только что ко мне присоединился всем всем здравствуйте дорогие мои сейчас я вас познакомлю с таким чудо рецептом ну кроме как чудо больше назвать никак нельзя потому что вот то что вы сейчас видите все эти ингредиенты именно в своей вот в этой вот симфонии дают потрясающий результат но при условии если это вы делаете в течение какого-то курса то есть 7 дней 10 дней через 10 дней описывайте свое состояние я говорю про себя лично вы прежде чем принимать всегда посоветуйтесь врачом и так вы на канале кэтрин докс а это значит что правильный вес здоровье духовное и физическое вы многие уже убедились в этом вот вам за это сердечко вот такое сердечко за это это я вот так поставлю чтобы немножко приподнять приподнять чтобы видно вот так что у меня сейчас тут будет кто со мной тот знает что я уже несколько дней вот на этом рецепте понедельник по понедельникам мы не кушаем так остальные дни я кушаю сдерживая себя у меня особенное питание обязательно 4 километра не меньше каждый день если плохая погода то у меня дорожка я уже говорила если вы 40 минут занимаетесь 35 40 минут дома уборкой это означает 144 кал вы сжигаете и если вы выпиваете вот такой вот чай назовем его чай хотя это лечебное мощное лечебное свойство средства когда вы выпиваете этот чай вы избавляетесь от огромного количества гнилостных бактерий грибков паразитов в том числе и глистов и еще вдобавок сжигаете жиры вот этот чай который мы сейчас выпьем он очень эффективен при простуде гриппе кашля вздутие живота выводит токсины из организма и конечно же конечно же очищает от шлаков то что нам и надо я буду использовать в этом рецепте у меня главный герой это кардамон вот одну коробочку кардамона я уже открыла обычно если я покупаю кардамон то только закрытые коробочки если открытые они уже не эффективны в принципе листики тоже полезны но это совсем не то вот если вы возьмете кардамон раскроете его то что вы там обнаружите листики кстати не выбрасывайте их тоже нужно заваривать вы обнаружите вот такие вот семена видите вот эти семена нужно измельчить вы даже можете одну семечку взять и пожевать долго-долго разжевывая это очень полезно ну а я измельчу измельчу в своей ступке я возьму уже измельченный имбирь сухой я возьму на кончики кончики чайной ложечки на кончики чайной ложечки я возьму черный перец и несколько корочек засушенных мандаринок если у вас нет мандаринок я рассказывала о полезности этого средства это противогрибковое просто бесподобное средство внутри грибки также есть чтобы вы знали и я беру вот это что это такое три вот такие вот скажем так это я на терке терла косточку авокадо и вот три вот такие палочки высушенные косточки авокадо я тру на терке и вот такие три штучки у меня в этом рецепте предусмотрены насколько все это полезно я подробно только недавно описывала когда рассказывала вам про авокадо но для тех кто только что заглянул оставайтесь нами навсегда внизу будет ссылочка конечно же и гвоздичка гвоздичка сейчас у меня в каждом рецепте присутствует это антисептик мощнейший антиоксидант и конечно же конечно же она тоже противопаразитарная а паразитов паразитов надо постоянно выводить они понимаете они есть у всех в организме не давайте не давайте им размножение не давайте потому что именно они делают вот эти вот проходы в ваших капиллярах ваших стенках кишечника просто они оставляют свою грязь свои отходы они делают дырки они ну в общем от них и раковые заболевания в том числе уже доказано симончини давно сказал что от грибков также закислен организм все там хорошо все бактерии себя чувствуют как болезнетворные так и не но болезнетворные гораздо быстрее размножаются знаете как трава сорняк вот сорняк быстро размножается а сею допустим какую-то травку петрушку укроп кинзу гораздо сложнее и на одном и том же месте не растет вот проверьте так хорошо как трава например пырей хотя пырей тоже полезны только корень ну а главный герой у меня кардамон 2 а то и 3 коробочки берите вы знаете это прекрасный прекрасный лечебный кардамон он и от депрессии он снимает усталость если респираторные заболевания он номер один даже он это антисептик прекрасно воздействует на сердечно-сосудистую систему кровоснабжение головного мозга он стимулирует работу костного мозга еще что он делает помимо нервной системы и плазмы крови также стимулирует помогает работе в качестве антисептика можно применять при зубной боли дорогие мои и болезни горла как я и сказала разжевывайте одну-две аромат очень вкусный зернышко и разжевывайте долго и это прекрасно еще при кашле при астме бронхите ну а лечебное воздействие вместе с вот этой коричкой с коричкой с гвоздичкой вот гвоздика и да еще имбирь вот это трио раз два три вот это трио это глисты убегают ларингит лечит зубную боль ангину бронхит генгивит в общем ну конечно я беременным советую у кого язва желудка там 12 перстной кишки у кого индивидуальная непереносимость вы всегда посоветуйтесь доктором теперь все это измельчим в ступке у меня есть моя волшебная ступка вот такая вот то что и уже измельчено мне не нужно это ступка у меня кстати кстати это ступка дарила с радостью вспоминаю моего супруга это моего супруга сестричка мне подарила но и конечно же она мне как сестричка мы с ней очень дружны я за всеми очень дружно так и вот эти я отдельно просто их брошу а пожалуй кардамон я раскрою видите я его раскрыла я его раскрыла и сюда вытаскиваю все 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 зерна кардамона а сами листочки мы не выбрасываем тоже в стаканчик кладем дальше высушенные корки мандарина никогда мандарин не выбрасывайте ценнейшие ценнейшие семена кардамона они ценнейшие цены просто нет вот я сжигаю жиры друзья мои и плюс делаю мощнейшую профилактику гриппа работаю с людьми поэтому людей много и все чихают кашляют болеют самое интересное вот посмотрите гвоздичку тоже сюда измельчаем значит теперь авокадо авокадо это я потерла на терке и вот это косточка авокадо на терке три штучки три вот этих натертыша но высушенная у меня уже высушенная тоже сюда так еще кардамона добавляем зернышки кардамона все ну а вот сухой имбирь и сухой перец пока подожду поехали так ну вот и все что у нас получилось моя заварка сейчас буду я это все заваривать так все высыпали сюда стаканчик вот тут вся моя заварка вот она вот она друзья мои и сюда же я высыпаю перец и имбирь все готово сейчас вам поставлю такое сердечко вам поставлю вот так все на вас развлекает это сердечко так еще кардамончик остался разжую ну и теперь наливаем кипяточек так давайте нальем пошло дело не нужно торопиться понемножку 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 здесь у меня две коробочки кардамона разбитые семена имбирь черный перец 3 стружечки косточки авокадо стружечки 3 больше не нужно мандариновая корка все это черный перец обязательно только обязательно сейчас он у меня каждый день все это заваривается пока заваривается я вам кое-что хочу сказать про кардамон а вот это вот это в конце я добавлю как витамин c чтоб не было морщин на лице чистый лимонный сок потому что для меня лимонный сок это спасение просто спасение лимоны лимонами но это натуральный стопроцентный вот это греческие у меня еще бывает что другие лимончики но вот это греческие в этот раз тот у меня уже закончился я добавляю и в маске я и в полоскание для волос добавляю и куда только не добавляю потом мне очень удобно очень удобно и соду я же пью соду каждое утро и в соду мне просто необходимо кроме горячей воды еще я до довожу до конца добавляю несколько капель лимонного сока то есть витамина c вы знаете я хотела сказать даже для мужчин у которых импотенция что вашим дома у вас должно быть и вообще я передам это через вашу женщины передадите мужчинам кардамон у вас должен быть обязательно обязательно кардамон берут одну чайную ложку меда и щепотку измельченных плодов заливают одним стаканом горячего молока и козьего только и принимают в горячем виде по одному стакану вечером дальше у кого фаренгит хрипота сухость горли вот это вы только смотрите с детками то не рискуйте потому что детки есть детки а еще можно пол чайной ложечки взять измельченных плодов кардамона и залить одним стаканом кипятка и все и настоять один час процедите полоскать горлышко 45 раз в день замечательное средство вообще возьмите себе за практику добавлять кардамон в утренний чай в кофе кроме того что вы добавляете имбирь я не знаю как вы я добавляю имбирь корицу еще измельченный в кофемолке можно кардамон это вообще у меня сейчас именно идет вот этот вот процесс я везде везде добавляю кардамон отлично очищает весь организм даже только измельчить можно до состояния порошка в кофемолке берем одну чайную ложку порошка заливаем прямо одним стаканом кипятка и настаивать под крышкой но 1 чайная ложка вы скажете много но это если очищать весь организм и настаивать минут 15 а потом процедить и выпить горячим весь настой за один раз ну вот это вот вот это вот замечательная вещь сжигает жиры как я говорила вам и против любой инфекции любой меня ничто не возьмет естественно я и своему сыну ли делаю это и также супругу вот уже видите заваривается потом можно процедить и пить ну а я вверх убираю вот так вот видите пустые коробочки уже хотя они тоже хороши а смотрится как оригинально сейчас покажу и цвет красивейший посмотрите а запах какой особенно когда вы или в кофемолке перемалываете или в ступке запах идет я люблю в ступке потому что именно вот этот вот запах просто бесподобный запах ну и остается нам добавить немножко лимонного сока мед я добавлять не буду деткам можете мед все пол чайной ложки лимонного сока будет достаточно вот еще раз делаю вот так эту красоту и теперь теперь я подожду пока все осядет и только потом я буду пить естественно коробочки кардамона пустые вот эти я их вытащу красота хотя они очень красиво смотрятся но кофе пьем без ложки чай без плавающего кардамона знаете как наших за границы вычисляли раньше а вот вот так вот вот так вот стакан и вот так вот пьют и ничего что в нос забивалась ложечка ничего не вытаскивают принципиально ложку из и еще второй вариант когда размешивают вот так вот так вот размешивают сахар или еще что-то вместо того чтобы аккуратно аккуратно но самое главное свойство кардамона почему его кладут в кофе а в кофе кладут потому что кардамон нейтрализует вредное действие кофеина в кофе поэтому он становится еще полезнее для организма в целом кофе становится полезно благодаря кардамону ну и не забывайте просто несколько зернышек кардамона если жевать в течение дня то это прекрасно избавляет от плохого запаха например во рту или сильного слюновыделения есть такое у людей сильное слюновыделение называется это пирозис 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 вот от пирозиса избавиться можно при помощи вот этих семян уникальных кардамона а еще снимает утреннюю слабость вялость если вы хорошенечко разжевываете долго семена кардамона и вялость снимает поднимает тонус в общем повышает иммунитет обратите внимание на кардамон ну а я люблю вас наслаждайтесь этим зимним прекрасным напитком для похудения и оздоровления пока пока пока